Друзья, всем привет! 30 января 2022 года большой многонациональный фандом Диас отмечает первый юбилей. Поздравляем всех с этим замечательным праздником! На странице Dimash News вспомнили еще раз красивую историю о том, как все начиналось. Пять лет назад молодой певец Димаш Кудайберген практически за одну ночь покорил Китай, выступив в первом туре проекта I'm Singer с композицией S.O.S. Выпуск шоу транслировали на канале HananTV 21 января 2017 года. А спустя неделю, 30 января, Димаш обратился к своим поклонникам на официальной странице в китайской социальной сети Weibo. Можно я буду обращаться к вам, дорогие? Дорогие, дорогие, дорогие! Свой выбор имени для фандома Димаш объяснял так. «Народ называет певцов звездами, и мои поклонники относятся ко мне с большой любовью и уважением. Они ценят мое творчество и возносят его до небес. И мне, в свою очередь, тоже хотелось оценить их по достоинству. Поэтому я выбрал это слово «Диас». Безусловно, фан-клубы артиста появились гораздо раньше, до начала его работы в Китае. «Народ называет певцов звездами, и мои поклонники, и мои поклонники, и мои поклонники, и мои поклонники». Но именно пять лет назад предложенное Димашем новое имя сначала приняла китайская часть фанатов. Затем и поклонники творчества артиста по всему миру стали именовать себя так. А Димаш на концертах и выступлениях, в интервью, всегда обращается к своим зрителям не иначе, как Диас. Фандому Диас трудно дать определение или обозначить конкретные рамки, потому что поклонники Димаша – это люди разных стран и континентов, говорящие на разных языках, но поющие по-казахски песни любимого артиста. Это люди разных возрастов, профессий, с разнообразными музыкальными предпочтениями, которые однажды открыли для себя артиста, умеющего так совмещать стили и жанры музыки, что каждый слушатель может найти в его творчестве что-то близкое для своей души. На сольных концертах у меня возникает чувство, как будто я пришел увидеться со своими родными, с членами моей семьи. «На сцене я себя чувствую как дома, раскрепощенно и свободно, потому что я доверяю своим слушателям. Слушатели доверяют мне. У нас некая магическая связь», – рассказывал Димаш в одном из интервью. Диас всегда стараются поддерживать артиста в его проектах. Они следят за его творчеством на всех возможных интернет-платформах, моментально делятся друг с другом полученной информацией, распространяют новости о выступлениях, мероприятиях и концертах, встречают и провожают Димаша в аэропортах. Поклонники артиста самостоятельно организуют различные мероприятия, связанные с его именем, проводят припати перед концертами, занимаются благотворительностью и другими социально значимыми проектами. Поскольку Димаш и Диас – это настоящая семья, родные, друзья и коллеги Димаша тоже принимают участие в жизни большого сообщества поклонников артиста. Мама Димаша, Светлана Айтбаева, в своем инстаграм поздравила Диас с днем рождения. С днем рождения, Диас! Мы вас любим, ждем, скучаем по вам. Большое спасибо за ваши добрые пожелания Димашу, за его поддержку. Особенно благодарны за ваше уважительное отношение к нашей стране. Мы всегда желаем вам благополучия. Друзья, напомним, это была информация с сайта Димаш Ньюз. Спасибо всем, большой рахмет, за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова